всем привет это level performance и вы сегодня смотрите первый ролик в котором я вообще не принимаю участие не знаю обложку не знаю название не знаю как все это смонтировалась потому что я в отпуске на краю земли пишите в комментарии если вдруг что-то пошло не так вернусь и отвечу друзья приглашаю вас в увлекательное путешествие у нас сегодня с вами будет максимально миссистое миссило урус менсери за овер дофига денег в греб мотором у него на одной стороне что-то произошло и мы сейчас с вами будем проводить документальное расследование почему на машине повторюсь за овер дофига денег за пробег 6000 километров сначала сдохла турбина а потом пристрелился целиком мотор ситуация очень пограничная машина приехала своим ходом у нее во время путешествия куда-то на русский север загорелся чек принтер мотор потерял тягу но автомобиль не перестал двигаться поэтому хозяин доехал до точки назначения куда ему было нужно и отправил машину эвакуаторе бросив нас ключи вот так вот со словами ебитесь тут уж я не могу использовать никакого другого культурного слова потому что другого посыла в этой фразе просто не могло было даже существовать после диагностики стало понятно у машины на одной стороне выхлопа заклинила заслонка и она вот ехала как по моей любимой поговорке с чопиком в одном месте вода вот диагностика двигателя путем эндоскопии у нас показала что один блок точнее один полублок залит густой сажей и гуталином во второй половинке все нормально там где есть сажа есть определенные повреждения камеры сгорания которые мы сейчас с вами будем наблюдать после демонтажа маштора из машины повторюсь двигатель у нас еще типа ездит но определенно он уже не идеален и мы будем разбираться как это произошло чтобы вам было проще опознать его герой я даже сниму чехольчик это 157 мотор в кузове мл-63 амг машины уже достаточно редко встречаются в таком отличном состоянии тем приятнее видеть ее на глобальном техническом обслуживании с установкой с устранением кучи мелких болячек этого мотора 157 амг это еще старая школа когда турбины снаружи корни этого двигателя выросли из атмосферных моторов и он не супер эффективен но раскошен абсолютно по звуку тут есть ряд болячих поэтому обслуживание он требует очень и очень характерно здесь точно все хорошо потому что владелец за этим автомобилем действительно следит здорово и самое главное делает это планомерно регулярно и постоянно с машинами еще сильнее чем с людьми если ты берешь в долг то отдавать приходится с большими процентами так что плюс-минус наверное можно увязать это с человеком который стареет будучи атлетом он по-прежнему остается хорош и крут и чем старее и хуже выглядят его сверстники тем круче он на их фоне выделяет автомобиль у нас очень красивого цвета на карбон керамики в круг в общем сдержанно дорого-богато я никогда не был фанатом стрингов но эта машина у меня вызывает очень большое уважение она действительно определила целый класс по факту это был первый там по-настоящему успешный кроссовер большого так скажем размера и высокого ранга и очень многие потянулись именно за этим автомобилем короче конкретно этот mercedes это прям топчик и модели экземпляр но если вы там уже начали писать комментарии какой мл какой мл это гле да ребят это действительно гле одно для меня ментально мы ли джель это то что 7 джитроникам достаточно устаревшие уже трансмиссии с очень ленивые гидромеханикой а джи ль е и все остальные машины трехбуквенными индексами начинаются на 9 gtronic и 4.0 моторе ну или там агрегат на то что уже современнее потому что коробка в этой машине крайне ленивая и там вообще все надежды на энергичный разгон тухнут поэтому жрут они много едут гораздо медленнее чем могли бы при этом машина по-прежнему классно и повторюсь с точки зрения там кота тяжелого мощного крузера этому автомобилю по комфорту до сих пор очень мало что может что-то противопоставить короче топчик но надо понимать что берешь как в принципе с любым старым mercedes а здесь ребята у нас викторина я подарю тому кто правильно ответит на вопрос свою запасную гоночную толстовку которых у меня две штуки размер будет l победитель будет 1 и не придирайтесь особо к правилам розыгрыша потому что я просто полистаю комментарии посмотрю кто раньше всех ответил поэтому не ждите какой-то справедливости но вопрос вам понравится это porsche 911 turbo 2020 года это будет первый автомобиль который мы будем продавать как компания которая рекомендует надежные качественные машины очень долго мы не лезли в этот рынок чтобы не позориться и не влезать какую-то грязь но вот решились а теперь у меня вопрос что вот это такое то половина населения которое живет за уралом и собственно представляет регионов которых я родился и вырос очень легко и быстро поймет люди которые знакомы с маркой porsche и живут на западе вообще в глаза никогда эту хрень не видели короче вопрос что это такое пройдем тест на дальневосточниках в моторку я сегодня бегал практически каждый час потому что операционный цех у нас мог превратиться для конкретно этого мотора я 825 из операционной в погребальную комнату потому что это двигатель суруса в котором из-за неправильно спроектированного выхлопа у нас мотор давился выхлопными газами из-за бешеного противодавления очень необычный вид у нас имеет в первую очередь поддон однозначно показывает что в масло у нас попадали не сгоревшие частицы бензина потому что ему фактически просто было некуда деваться мотор не мог сжечь смесь не мог ее выплюнуть и через поршневые кольца у нас вот таким вот образом бензин оказывался в масле абсолютно непонятная бурда которая по факту представляет из себя жирную густую сажу какая-то часть топлива самое легкокипящие и легко горящие у нас все-таки окислялась кислородом а вот то что не могло сгореть из наверно не очень высокого качества бензина присадок и так далее оказалось у нас везде где только нельзя в первую очередь это поддон и масляная система поршни у нас абсолютно ненормальным для этого двигателя образом покрыта густым маслянистым налетом который явно говорит о том что смесь у нас не сгорала и очень необычный износ у нас получили вкладыши на пробеге совсем смешном у этой машины нет даже 10 тысяч километров и за этот период она дважды получала замену хорошим маслом расплющены точнее не расплющены а избыточно изношены вкладыши и мы уже много таких моторов разобрали превышает этот износ то что мы привыкли видеть на пробегах 100 120 140 тысяч километров потому что в цилиндрах давление было тогда когда его быть не должно и соответственно коленвал на себе тоже испытывал лютый стресс промеры завершены 6 рабочий день по изучению этого мотора закончен приговариваем мы здесь масло насос поршни ряд мелких элементов вкладыши и некоторые рокеры соответственно говно прошу прощения но тут по-другому не назвать которое у нас не могло сгореть и вылететь из камеры сгорания через кольца попадала в картер через картер попадала в масляную систему и некоторые элементы у нас повреждены абразивным износом но к счастью сам блок механически по форме ничего не потерял есть определенные замечания у нас к тонким элементам именно поэтому дефектовка занимает столько времени но двигатель будет восстановлен в полностью исходном состоянии есть такая поговорка скупой платят дважды тупой трижды а лох всю жизнь чтобы не быть ни одним из этих не очень уважаемых господ мы решили детально разобраться в чем же у нас первопричина появления неисправности которая привела к неисправности двигать и мы начали осматривать очень внимательно выпускную систему поняли мы что у нас двигатель помер из-за того что ему нечем было исторгать выхлопные газы система простая никаких x или z пайпов или y пайпов или h пайп просить слово забыл у нас нет в передней части автомобиля и у нас контуры пересекаются только в тихом режиме когда у тебя две вот такие вот трубы при закрытых заслонках входятся вот одну вот такую вот маленькую который на самом деле даже жигулянта может и не хватить одна из заслонок у нас была заклинита наглухо машина при этом как оборудованная заслонка из завода паниковала выдавала предупреждение на приборной панели яркий крупный чек и ограничивала мощность но если в этот момент газ не отпустить а продолжить мороз несколько сотен километров давить на газ то двигателю очень и очень больно и мы с вами в итоге имеем механически подклинивающую заслонку моторчик который находится вот в таком вот горячем окружении у него снизу трубы сбоку трубы сзади трубы а сверху экран куда тепло не может уйти и соответственно у машины просто не было вариантов защититься потому что она не имеет права по закону вообще отказаться ехать поэтому худо-бедно ехала но и нажралась у нас всех тех неприятностей которые есть когда к нам приехал еще одна машина с таким обвесом мы решили предотвратить для хозяина возможное появление таких проблем и удивлению моему не было предела выхлоп там сделан уже по-другому посмотрите насколько у нас изящен но на самом деле нет этот выхлоп во-первых любовно заслонки расположены так чтобы торчать своими подшипниками точнее своими получается втулками в которых тут у нас как пружинка расположена прямо вниз это самая низкая точка и хозяин у нас и неоднократно упирался в бордюр это раз во-вторых именно здесь находится нижняя часть задней части выхлопа и именно сюда у нас любовно стекает резкий интенсат которого очень много в мороз но и напомним что у нас моторчики находится в самой жаркой зоне вокруг именно поэтому у нас сейчас даже после того как мы все это расшевелили заслонки шевелятся с хрустом но и к сожалению они нормально закрыты когда у тебя исправно все машины типа с завода должна вот так туда-сюда пошевелить но увы ях в конструкции когда у нас мотору было суждено пристрелиться этого не произошло ну и на машине которая была собрана гораздо позднее соответственно имеет выхлоп поздних ревизий заслонки у нас расположены абсолютно иначе хоть и не в горизонте но почти горизонтально расположена ось и здесь соответственно таких проблем у нас принципе возникнуть не может отлично продуваются сами за моторчики хотя и находится не так уж и далеко от глушителей ну и явно эта конструкция была пересмотрена по технологичность так что нашим любимым корешам из менсери максимальный дизлайк ну и мы себе в записную книжку метод где были недостаточно хороши запишем еще один момент где нужно быть внимательнее к тому что приезжает снаружи и гораздо настоятельнее нужно разговаривать с людьми которые имеют такую технику несмотря на достаточную экзотичность этого обвеса у нас это уже пятый экземпляр в обвесе от менсери кто-то был куплен там целиком кто-то был доукомплектован здесь позднее но их слова владелец этой машины разделяет мое мнение что это ну мягко говоря неоднозначная доработка поэтому ребят если вам нравится урус то и вам стало скучно то поменять цветы колеса все остальное будет уже ну наверное ту мать все-таки эта штука ну слишком на любить всем привет еще раз и теперь этот привет от отдела детей линга если вам не понравится это врезка то я вообще не понимаю что вы делаете у нас на канале по наведение лоской красоты приехал aston martin vintage они бывают совсем новыми 24 года этот автомобиль получается уже предпоследнего поколения но мне на глаза он в живую попался впервые я видел его когда-то сзади и издалека когда бывал за границей еще старые времена до к вида но вот так близко он рядом со мной оказался впервые несколько занимательных вещей во-первых тут amg 40 мотор 170 вот 7 или 8 я не знаю но скорее всего судя по высоте расположения там 178 такой же как у мг gt соответственно с сухим картером точно так же у нас с вами тут куча 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 места до того как мотор вообще начинается и мы четко видим здесь но вообще чуть ли не пространственную раму потому что тут очень много сложных отлитых деталек подкрылки при этом целиком пластмассовые машины этого даже не стесняется и обратите внимание на капот здесь полноценный можно было бы назвать армия рентейк но на самом деле это воздуховод для охлаждения зоны турбокомпрессоров откуда-то из передней части бампера забирается воздух здесь через каналы идет сюда и проходя мимо воздушных фильтров охлаждает подкапотку выглядит максимально круто и дорого этот кузов по-настоящему я бы сказал органично приобрел а мгшный 4.0 мотор мы с вами на аурусе обсуждали схему вот здесь ход в это официальное название такой конструкции во всей красе мотор вот так вот развален потому что это v-образный двигатель раньше снаружи были турбины и все это ну типа в стиле 157 мерседесского мотора предыдущего было у всех производителей сейчас для того чтобы пускные магистрали и выпускные магистрали сделать короче турбокомпрессоры пакуют в развал это имеет огромное количество компоновочных плюсов и в целом даже в обслуживании в большинстве случаев удобнее потому что для каких-то рутинных операций с турбокомпрессорами мотор снимать уже не обязательно в общем огромный подкапотный отсек очень маленький компактный мотор который за счет водяного интеркулера получилось заглубить далеко туда и что важно ребят если видите вам понадобится открыть капот здесь ручка справа потому что машина с завода праворульная и инженеры решили нерациональным локализовать налево тросик открывания капот поэтому я сунулся туда где руль обломался и полез с обратной стороны крутая машина очень эффектно выглядит капот имеет какую-то все совершенно гигантскую площадь и мы сейчас с вами будем учиться его с одного движения захлапывать боковое стекло претендует на самую узкую амбразуру из всего что я могу вспомнить она реально ультра коротенько и должен сказать это выглядит мега круто за руль это не садился чтобы не лазить но очень мне эта конструкция нравится внутри должно быть ощущение настоящего такого гоночного кокпита пока я на карачках смотрел где тут ручка открывания я увидел и обилие металлических отливок по периметру общем судя по внешним признакам кузовок должен быть очень жесткий багажник мы уже открывали здесь интегрирован такой красивый дактейл собственно именно за тот наверное самая красивая часть этого автомобиля и вот здесь вот у него пристегнут зонтик очень кстати стильный изящно зонтик фирменный и красивый ставить big сингл на v6 поперечный в mitsubishi 3000 gt или gto было модно за 20 или 30 лет до того как big single начали прикручивать бмвшники своими рядными моторами которые вы сегодня видите во всех телевизорах легенда 90-х и нулевых было реально в этом кузове в этом модельном году на вкладышах turbo мы и сегодня раздевать не будем потому что пленочку жалко она стоит 12 тысяч рублей за рулом нашем магазине а вот когда она будет полностью готова и электропроводка из вот таких вот эскизов и набросков превратится в живую змею мы ее вам покажем сборе это будет не скоро но будет точно вот здесь вот сидя у фронтальной проекции автомобиля мы с вами начинаем старые песни о главном про пленочку зачем она нужна и про то как работает система охлаждения главные референсной точкой у нас стала рамка я не буду вам говорить почему но автомобиль этот какое-то время эксплуатировался без регистрационного знака рамка одной из лучших фильм которые вообще делают рамочки не реклама мы реально с удовольствием используем их продукцию и вот здесь у нас достаточно хорошо окрашенная металлическая поверхность которая вся превратилась в звездное небо заводского качества покраску отсюда камнями мелкими пескоструем отбила просто наглухо машина это несколько раз я верил ездил на север было даже за полярным кругом и у нас на очень сложном по форме ломаном бампере большое количество сколов ваше внимание наверняка обратит на себя наличие у этой машины нескольких разнородных сеток и вот я вам хочу сказать круто мне правильно пишут некоторые люди что сетки бывают разные через что-то воздух проходит через что-то нет вот здесь просто посмотрите вот у меня пальцы не маленькая ладошка 12 размер перчатки я вот так вот ход и каждый свой палец я могу спокойно в эту сетку воткнуть и вот в этой вот проекции эта сетка почти прозрачна потому что она учитывает то что машине надо каким-то образом жрать воздух при этом на проеме для интеркулеров у нас сетки нет вообще но интеркулеры сами целые потому что на этот урус мы еще когда он впервые к нам приехал установили наши интеркулеры со специальным ядром у которого внешняя жесткая сетка защищает мягкое внутреннее ядро от повреждений камнями он приехал просто на фаршированный сухой дорожной солью камушками но сами радиаторы не получили ни малейшего сопротивления почему я делаю на этом такой акцент огромная ударная нагрузка с одной стороны и огромная тепловая нагрузка внутри с точки зрения системы охлаждения этот урус абсолютно классический автомобиль водяное охлаждение здесь только на двигателе в интеркулеры воздушные при этом интеркулер на этом автомобиле расположены слева и справа завода очень сильно не справляется со своими задачами когда ты едешь в жару машина на полностью стандартном автомобиле убирает до 20 процентов мощности просто из-за того что наполняемость цилиндров свежим воздухом у нее сильно страдает если же говорить про сам двигатель то там вообще конструкция радиатора настолько монструозная что он по объему и по мощности системы принудительной продувки вентиляторов по простому он раза в два или три мощнее чем за любые кольцевые или дрифтерские автомобили которые вы вообще привыкли видеть потому что тут очень много удельной мощности упаковано в маленький объем в этой ситуации антифриз у нас работает с очень высокой нагрузкой и должен качественно отдавать тепло на радиатора забирать тепло сбоку ну конечно в обратном порядке и при этом умеющий высокие антикоррозийные свойства при этом не разъедать резинки ну а мало думаете и знаете вы работа системы охлаждения вашей машины только по одной причине и очень круто спроектировали на заводе огромный ресурс и потому как она воздух просасывает и потому как на теплость себя скидывает радиатор тут вот такой вот гигантский огромной площади вот такой толщины работы вентилятора и системы охлаждения хватит на 2-3 бмв 15-летней давности ну в 90 радиатор вообще выше всяких похвал напомню в москвиче у нас и радиатор и теплообменник и вентилятор именно от бмв м5 в 90 там самые крутые заводские детали если бы мне не попала в руки деталь вот такой конструкции я даже не мог представить что начну вам рассказывать про конструкцию обводного ролика для ремня приводного потому что эта вещь настолько примитивная и не менявшиеся по конструкции что 40 50 60 лет назад и сегодня это плюс-минус одно и то же до меняется конструктив чуть-чуть но принципиально чего ролик просто крутится чтобы ремешку удобнее было направляться туда куда нужно но вот эта деталь прикручивается к 48 вольтовому стартер генератору мягкого гибрида у роликов как мы с вами уже обсуждали есть такая характеристика как обвод его то есть то сколько радиуса ролика затягивает захватывает ремень чтобы крутиться на этой машине с b58 и мягким гибридом нагрузка на этот узел огромная поэтому с маленьким шкивом для того чтобы он быстро очень крутился тебе нужно иметь хороший обвод и в итоге ремешок у нас вот так вот заходит вот здесь вот торчит шкив генератора и он охватывается благодаря этому зеву градусов наверное на 270 а то и 300 и оба этих ролика они являются и обводными и натяжными сейчас мы сюда вставим картинку как это выглядит короче на какие только ухищрения сейчас не идут инженеры чтобы упихнуть как можно больше эффективности маленький объем ну и собственно мы сейчас не можем с вами продемонстрировать хруст потому что если мы будем дуть сюда то камеры этого не запишет но вот поверьте нам на слово просто один из этих роликов начал шуметь поэтому пришлось поменять сбор я сейчас взял в руки эти коллекторы понял что два с лишним года прошло с момента когда мы крутили в руках печатный пластиковый прототип коллектора со второй топливной рейкой тогда это была крикозябра напечатанная очень сложная форма чтобы айбайки рулевой вал с тех пор мы изрядно приземлились потому что переусложнять ребята это плохо и надо быть более реалистичным и приземленными когда ты хочешь сделать много одинаковых штук в общем мы с вами уже несколько лет ездим на фрезерованных коллекторах спорт впрыском сделали некоторое время назад фрезерованные коллекторы со второй топливной рейкой то есть спорт впрыском метанола и mpi и вот сегодня когда у нас еще не раскатана гоночная программа мы только-только красотку меня спиной настроили в руках уже готова пилотная партия называют pioneer unit наших литых коллекторов они в точно такой же геометрии снаружи чуть-чуть ограничены по производительности внутри но все равно сильно лучше стока потому что литье требует от тебя больше и более толстой стенки чем фрезеровка но самое главное из-за того что мы взяли на себя смело сделать их много стоимость их будет ощутимо ниже поэтому ребята если вы хотите порт впрыск на mpi как говорится i've got you covered мы уже получили достаточно большое количество заявок из-за рубежа потому что именно для стран где есть е85 на колонке нужен большой объем впрыска это будет просто имбой как это говорит молодежь мне пару лет назад слова объяснили короче вот вы наш инженерный отдел не видели уже несколько кварталов потому что они не просто теперь проектируют и придумывают а и занимаются огромным количеством мелкой грязи на производстве как защитить каждую резьбу как правильно соосно нарезать как покрасить и я вам скажу так то что у нас раньше по времени уходила на печать какого-нибудь прототипа сейчас уходит просто на то чтобы разобраться с порошковой покраской но вот сейчас это наконец-то выглядит так что предлагать и крутить в руках это не стыдно вот реально готовый товарный продукт который может напихать по изяществу практически любому из брендов которые есть в рынке на другие платформы друзья всем привет с вами снова сваркой в этом выпуске я хочу пожелать вам край приятного аппетита в крайний раз дело в том что я покидаю проект level performance что как почему мы расскажем вам чуть попозже сейчас я расскажу про свои два крайних дембельских аккорда 1 это урус мы завершаем работу по управляемому выхлопу на урус менсери а виду того что здесь насадки в центре бампера особо не разгуляешься но сделаем систему тихо-громко под штатные моторы закольцуем систему покажем вам чуть попозже чтобы был контраст между тихо-громко а ну а вот Заказ снаряд и ключи от этого автомобиля У меня не дали, так что будем просто пялиться на чужую жопу Потому что это выглядит крайне внушительно Я несколько раз видел такого цвета автомобиля на дороге Ну, в общем, космолет Они нарисовали действительно восхитительный профиль Тут это дополнено еще тотальным блокаутом Ну и, короче, мне сильно нравится Выглядит красиво и достаточно самобытно Что в современном мире встречается не очень часто Космолет, который дошел до серии таким, каким можно было смотреть на концептах Короче, топчик В слесарном цехе у нас висят братья, совсем не близнецы Но очень недалекие родственники Это самый новый Урус Я все время называю, по-моему, Перфоманте Они его назвали Короче, тут пружины вместо пневмоподвески Машина чуть легче, чем мощнее, чем базовая версия И у нее в стоке базовой комплектации обязательно идет глушитель окрапывания Вот, Audi RS Q8 Это плюс-минус та же самая машина Но немного другой ревизии мотора Коробка тоже очень мощная, красивая, крутая И я хочу обратиться к владельцам этих автомобилей Проверяйте, пожалуйста, регулярно уровень масла через кнопочку в меню Потому что этот двигатель, особенно если вы есть либо в пробках, либо много далеко Может абсолютно нормальным образом, даже идеально исправный Чуть-чуть расходовать масло От максимума до минимума тут 2 литра Поэтому если он у вас в ЗТО В какой-то момент до индикации серединки спустится Паниковать не нужно А вот долить до максимума я вам очень рекомендую Интервал замены для того, чтобы эти двигатели максимально долго жили И не приносили вам дополнительных расходов Не стоит растягивать дольше 7000 километров Если вы ездите в каком-то плюс-минус среднем городском цикле Если мотаетесь Москва-Питер, то смело 10+. Я не знаю целиком всю поговорку Но у меня с детства в голове отложилась одна фраза Голова в цветах, а жопа в мыле Так описывают свадебных лошадей И в целом людей, которые вроде как несут какую-то престижную должность А на самом деле вынуждены работать в поте лица И к нашему Юре это относится во всей полноте этого слова Красивый обвес Нарядная машина, которая должна быть парадно-выходной Получает подсраку так, что выдержит далеко не каждый Очень плотная и крепкая архитектура позволяет все это вынести И после всех наших модификаций машина наконец-то выглядит и едет и звучит одинаково круто Несколько человек здесь были за рулем, причем очень взыскательные люди И все одинаково положительно отозвались Тест очень лютая нагрузка, она тоже прошла отлично Была в Санкт-Петербурге, покаталась по курортам у нас на юге И приехала своим ходом за достаточно короткое время Очень издалека в жару Никаких нареканий нет Мы только меняем сейчас колодки, сливаем отработку вместе с тестом масла Потому что здесь у нас работал наш новый продукт ProLine Мы с IMO совместно разрабатываем масло для 825 моторов с допуском C40 На этой машине, с учетом того, что она очень круто получает подсраку Мы делали ресурсные испытания, хотя ему подойдет RaceLine FE Машина без катализаторов и ей не нужно масло со всеми этими эко-допусками Но мы его решили нагрузить максимально и будем сейчас сливать его в баночку Чтобы отправить в лабораторию, проверить, как после 6000 абсолютно лютых и чудовищных километров В нагруженном моторе себя ведет весь состав, который у нас был внутри При диагностике есть у нас нарекания к колесным дискам, которые ободраны почти Перименровый, Коль, привет И мы меняем колодки Вернемся к любимой вашей рубрике Эти из левела вообще в конец охамели Потому что вот эти вот колодки мы поменяем Здесь до датчика износа, я измерил только что штангенциркулем До момента, когда будет перетерт этот проводочек Соответственно цепь разомкнется, на приборке замкнется, загорится лампочка У нас тут еще почти 2,5 мм Но колодки уже пора менять по двум причинам Во-первых, они неравномерно перегреты Машина получала крепко и после интенсивных торможений Стояла с прижатыми к диску колодками И некоторые из них потрескались Мы всегда, чтобы устранить скрип, их правильным образом вот так вот притираем Но здесь толщины колодки Для того, чтобы ее притереть, просто не осталось А глупо такую машину отправлять без замены колодок Со словами типа Ну через 2000 км приедешь поменять Поэтому вот такая колодка, которая на вид еще типа жирная На самом деле уже разрушена и уходит в помойку С передними совсем катастрофа, с задними получше Но меняем все в круг, чтобы владельцу не пришлось об этом заботить Наученную горьким опыту мы решили проконтролировать После первых 5000 с большого ремонта Как там себя чувствует мотор, все ли в порядке Нет ли каких-то грязных нагаров Сейчас все хорошо, никаких флешбеков посторонних загрязнений у нас нет Закончим эндоскоп по второй стороне И машина у нас получит замену масла Пробуем и сольем, отправим в МИЗ ГСМ Автомобиль вернется к своему владельцу Радовать его рататашечками и будить его соседей Как-то так получилось, что в полуремонт и всей этой борьбы с выхлопом Мы забыли сказать, что закинули сюда турбины ТТЕ 1020 Их модернизировать казалось выгоднее, чем купить одну оригинальную А турбины из предыдущего комплекта очень некомфортно себя чувствовали Так что здесь у нас на стандартном наддуве и стандартном угле зажигания То есть под любой бензин ощутимо больше воздуха и больше мощности Машина за счет этого еще и приобрела чуть больше, так скажем, басовитости в выхлопе Потому что газы теперь истекают легче и турбины не так сильно на себе глушат Контрольный эндоскоп для того, чтобы убедиться, что эксплуатация у нас начала и продолжается без каких-то фокусов И я надеюсь, что машина у нас сегодня после демины масла и слива теста вернется к хозяину И приедет к нам в следующий раз не раньше, чем на ТО Субтитры сделал DimaTorzok